Средства массовой информации США сегодня обсуждают итоги голосования по госбюджету в Палате представителей. Бюджет на текущий финансовый год был принят и теперь отправится на голосование в Сенат. Но более важным итогом этого политологи называют растущий раскол в республиканской партии. Он и позволил провести бюджетный биль в Палате, несмотря на противодействие ультраконсерваторов. Сегодня против правого крыла резко выступил даже их высокопоставленный однопартиец, спикер Палаты представителей Джон Бейнер. Продолжение темы в материале Вадима Оленичева. В политическом кризисе, возникшем в Вашингтоне из-за отсутствия постоянного федерального бюджета, наконец-то сделан позитивный шаг. Палата представителей Конгресса с перевесом в 332 голоса против 94 приняла бюджетный биль. Он обеспечивает финансирование правительства на два года. Теперь законопроект поступит на утверждение в Сенат. Однако его судьба в Верхней Палате под большим вопросом. Несмотря на поддержку Билля со стороны умеренных республиканцев, ультраправое крыло Конгресса и в первую очередь сторонники консервативного движения Чаепития внесло раскол в ряды оппозиции. Ультраправых политиков поддерживают такие общественные группы, как Heritage Action и Freedom Works. И это под их влиянием законодатели-республиканцы не пошли на компромисс с демократами в октябре, что привело к остановке работы госорганов. Однако то, что ранее рассматривалось как проявление партийной принципиальности, теперь больше выглядит как упрямство, не подкрепленное логикой. Неожиданностью стало то, что подобная резкая оценка прозвучала на этой неделе из уст третьего лица государства, республиканского спикера Палаты представителей Джона Бейнера, осудившего тактику однопартийцев. Я считаю, что они ввели в заблуждение наших сторонников. Я считаю, что они завели наш электорат туда, где он вовсе не желает быть. Честно говоря, они растеряли все доверие к себе. Бейнер возмущен тем, что прореспубликанские группы всю эту неделю пытались саботировать соглашение по бюджету. Его с трудом заключили с демократами лидеры республиканцев конгрессмен Пол Райан и сенатор Петти Мюррей. Правда, недовольство ультраправых объяснимо. Платформа республиканской партии долгое время основывалась на принципе сокращения федеральных расходов. Консерваторы не хотели, чтобы ежегодные ассигнования превышали 967 миллиардов долларов. В проекте же, принятом Нижней Палатой, они составят чуть более триллиона в следующем году и еще больше в 2015. И тем не менее, две трети конгрессменов-республиканцев проголосовали за бюджетный биль. Судя по всему, понимают, что повторный шатдаун обернется для них предвыборной катастрофой. Но понимают ли это их однопартийцы в Сенате, станет ясно на следующей неделе. Вадим Оленичев, телекомпания RTVI.